далее нам нужно с вами сделать ей тельце давайте сделаем ножки она не должна быть сильно высокая я беру 360 у шдм на 9 качков и немножко подздуть теперь смотрите какая ситуация мне нужно привязать трешечку к одному ботиночку затем сделать три пинча и точно такую же ногу должна остаться такая же нога которую мы привяжем к другому наверно вот так не три можно в общем нам надо голову будет прикрепить наверное получится сейчас посмотрим и теперь видите она немножко неровно но мы ее можем выровнять важно чтобы они получились максимально одинаковые вроде ровно но немножечко вот здесь вот перепад виден это не страшно теперь важно это все дело не промахнуться сейчас поставлю сразу будет понятно промахнулась или нет что по сути это все делается на глаз не вроде не промахнулась вроде но чуть-чуть чуть-чуть вот это получилось меньше кстати это можно подтянуть шдм достаточно эластичные шары вот вообще отлично ну сейчас они убегают потому что нету платье сейчас платье прикрепим все будет нормально а перед тем как сделать платьишко я хочу сразу прикрепить голову чтобы платье начинать не вот отсюда хотя может и отсюда будет нормально мне бы не хотелось чтобы вот такая шея у нее была честно говоря некрасиво нет это дело в том что если даже их вот так повернуть ее не всего кажется не очень красиво хотя с другой стороны почему не дай попробуем мы в любом случае если что можем закрыть это уже наш выбор где начинать платье и мой совет надо вкручивать голову в пинчи а не шедемочку ну и поменять местами пинч побольше вперед поменьше назад ну вообще норм это же шея я сейчас сделаю ей сразу ручку саму ладошечку я буду делать из 160 и шедем очки ничего особенного просто много надув большой пальчик так 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 я хочу просто сделать заготовку для руки начало скажем так хочу плясать от рук понимаешь что можете показаться нелогичным сейчас увидеть я делаю 3 пинча я сюда кручу ручку поменьше пальчик большая рука будет просто пальчик и петелька как бы ладошка этого нам как раз хватит на вторую ручку пока не буду обрезать может быть пригодится не пригодится обрезать всегда успею так как тельце у нас совсем небольшое руки у нас сильно длинными быть не должны просто хочу вставить руки сразу я делаю пинчик как бы плечика пузырик теперь вкручиваемся в пинчи видите да с этой стороны также пузырик и пинчик здесь будет вторая часть руки так как руки у нас одинаковые должны быть просто померяем по предыдущей длину ну вроде нормально чуть-чуть покороче может быть также три пинча видите такой момент вроде бы шедем уже полная но мне надо сделать еще один пинч это не страшно мы просто делаем маленький желательно шедем подсдуть маленький надрезик и пока шарик медленно сдувается мы спокойно делаем третий пинч теперь сюда мы вкрутим нашу вторую ладошку да также делаем пальчик меряем по размерчику чтобы они были одинаковые вот примерно так вот по сути наша девочка почти готова я сейчас срежу лишние обрезочки у нас здесь вот ногах не люблю я чтобы наши ноги не падали нам нужно всего лишь сделать пару пузыриков все-таки это у нас сапоги продолжить тему сапогов я делаю пинчик и плотненько удобнее будет оборачиваю вокруг да затем делаю 2 пинчика еще раз оборачиваю то есть у нас немножко повыше чуть-чуть станет и появится такой сапожок а нам нужен именно сапожок все-таки она у нас не ботинках а военных сапогах вот уже совсем другой вид и нога длиннее стала ходить только надо бедняжку потому что у нее ой ноги из шеи растут хотя в принципе ну вот видите все совсем другой вид надо вторую ножку сделать и уже она никуда даже падать не будет также делаю пинчик пузырик еще один пинчик кто был на моих последних семинарах новогодних девочки делаем опарыша маленького такого всего в два стежочка так 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 как у нас там двенашечка то мы вполне можем себе ее редактировать вот сапожки готовы давайте оденем на нее платится и девуля будет готова а пилотку 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 забыл пилотку обязательно надуем шеде делаем два пинча один плоский а второй такой уже более крупные специально прямо такой был так так мы ее прикрепим больше нам не надо попробуем здесь сделать еще вот такой квадратненький вот так лучше даже мне просто нужно место куда мы будем скажем так крепить нашу звездочку и посерединке ничего особенного вот такая пилотка здесь я отрежу но сюда я привяжу кусочек оранжевого шеде потому что оранжевый не будет видно на волосах а мы будем крепить к волосам это я все уберу и с этой стороны тоже прям кусочек у меня есть звездочка сейчас я прикреплю такая вот наклеечка звездочка она вырезана из-за ракала как раз красненькая поэтому я делала большой пинчик чтобы она там стало получше сейчас я прикреплю и малыш тебе нужна пилотка пока не потому что но отлично надо сделать платье на 3 качка 2 шедемки будем делать самое обыкновенное плоское плетение цепляться можно сразу к плечикам то есть к одному плечику и во втором с одной стороны и с другой и навстречу друг другу один сзади другой спереди плотненько оборачиваем раз и с этой же стороны вот так же плотненько у нас же должно быть шея да сама себя уговариваю вот то что значит теперь я еще предлагаю сделать еще по одному пинчику чисто для того чтобы наши ручки было потом вот так вот можно было вниз направить посильнее скажем покрупнее пинчик идем дальше плоское плетение мы делаем пузырик пинчик с одной стороны и пузырик пинчик с другой стороны и так же меняем их местами сзади и спереди естественно на расширение чтобы у нас такое как бы получалось платьишко именно так моя девочка практически готова мне нравится мне все она видите как самостоятельный элемент может выступать чуть-чуть ее это наклонить надо теперь она выровнялась но я хочу сейчас в одну ручку дать ей фонтан с шариками все таки это у нас стоечка для фонтана сейчас возьму нет есть такие красивые шарики я надула подготовила что-то от меня походу сдувается вот такие все в тематичные вот я вот этот вот фонтанчик я сейчас возьму одну самую длинную ленточку привяжу так ну наверно вот эта штучка ой блин сама испугалась нет есть кусочек то что надо а чё делаю прямо сейчас сразу сделаю то что окно и привяжу а во вторую руку я хочу дать ей фонту гвоздику только надо можно на себя я поверну выровняю я эту шлемочку продену через платье потому что рука должна быть подтянута вставлю туда цветок ребята я надеюсь что вам полезен мастер-класс что вам понравилась наша девочка делайте повторяйте вносить свои коррективы в общем я вам это говорю из урок в урок и не забывайте пожалуйста пожалуйста что совсем скоро стартует моя собственная онлайн школа где вы сможете обучаться поэтапно изучать все базовые навыки основы средний уровень профессиональный уровень в общем там будет много всего интересного естественно этот проект только только стартует соответственно курсы будут пополняться полный список курсов вы уже сможете увидеть на моем сайте в общем жду вас в моем профиле instagram вот он и заходите смотрите все кто вся актуальная информация будет там всего хорошего пока пока